Нагрузка на систему здравоохранения региона за минувшую неделю возросла в пять раз. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Значительно увеличилось количество амбулаторных пациентов. Есть небольшой рост числа госпитализаций. Увеличение количества заболевших коснулось всех возрастных групп. Чаще всего болеют школьники. Случаи заболевания детей COVID-19 в регионе увеличились в четыре раза. Потребовалось расширение детского коечного фонда. В дальнейшем при необходимости под эти цели будут использоваться взрослые места в Тольяттинской городской больнице номер 5 и в больнице Середавина. Нам, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы по госпитализации детей не были готовы. Все необходимые меры, еще раз, пожалуйста, пересмотр планов по всем учреждениям, по всем муниципалитетам всей территории Самарской области. Мы везде должны быть готовы. Очень здесь внимательно, еще раз попрошу все планы детально, лично, потому что все переживают за здоровье близких, но за здоровье детей переживают как не за кого. И мы понимаем, что это самое дорогое, что у каждого человека есть. Кроме того, за прошедшую неделю зафиксирован беспрецедентный уровень заболеваемости ОРВИ за все время наблюдений – более 42,5 тысяч случаев. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 83%. Диагностированы грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции. Кроме того, в области подтверждены уже 154 случая омикрона. Работодателям рекомендуется усилить контроль за соблюдением противоэпидемического режима внутри трудовых коллективов. Часть сотрудников перевести на удаленный режим. С 1 февраля пансионаты и детские дома Самарской области переводятся в режим обсервации. Сотрудники этих учреждений будут работать по вахтовой системе по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены. Выносим на решение штаба согласованный СОС Потребнадзором и Министерством здравоохранения вопрос о переводе всех стационарных учреждений социального обслуживания. Это 23 организации для детей-сирот и 23 пансионата для пожилых и инвалидов. На перевод в закрытый режим работы, а именно вахтов, по 14 дней. На сегодня в области привито 53% населения. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества. Это недостаточный охват, подчеркнул Армен Бинян. Среди жителей старшего поколения в регионе привито 66%. Планового охвата вакцинации граждан в возрасте 60 лет достиг только Камышлинский район. Еще в двух муниципалитетах – Елховский и Алексеевский районы – показатели выше 98%. Учитывая эпидемиологическую обстановку, региональный штаб принял решение, что с 1 февраля в течение двух недель дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры. Что касается обучения в школах, то оно продолжится в очной форме. Но в случае ухудшения эпидситуации в конкретном учебном заведении, решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом. Виктория Шарая, События.